всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука очередной выпуск ответы на вопросы сегодня 20 февраля так быстро быстро идет время что я вот сейчас тоже сидела сеяла но потом заглянула в комментарии столько много вопросов именно актуальных сегодня завтра потому что у многих уже посевы сейчас быстро быстро отвечу на то что хотела ответить вот только что прямо несколько минут назад пришел комментарий спрашивает марина скажите пожалуйста баклажаны можно пикировать в фазе семидолей пишет я их посеяла в улитку на салфетку не успела набрать земли время идет они взошли увлажняю легким раствором марганца насколько они могут так без земли марин пикировать можно в любой фазе можно и в фазе двух семидолей один листик и два листика но просто в фазе двух семидолей будьте с ними немножко осторожнее потому что они еще слабенькие в это время прям вот как не знаю с какими-то там с хрустальными такими сеянцами нужно чтобы корешок там осторожненько подсыпать ну чтобы не сломать конечно миниатюрные они но в фазе двух семидолей любые растения можно распикировать и можно выходить их еще вот наталья пишет в начале ролика мелькнули томат томатики петельки у меня как только проклюнулись я сняла пленку но они какие-то дохлики как у вас стоят мне кажется прям холодно руки чешутся их закрыть опять и погреть но вы же советуете не накрывать оль они будут красивые наташ не накрывать их нужно не только из-за того что им например холодно у них сейчас в это время их нельзя ни в коем случае накрывать им же нужно проветривание вывод этим своим излишним как вот таким излишней заботой если вот эти вот колпаками всякими пленочками закрывают нет проветривания и очень часто у многих возникает черная ножка это проблема людей что они стараются но также как с детьми те кого укутывают больше они больше обычно болеют им нужно сейчас проветривание если только вылезли сходы молодые им нужно и немножко понижение температуру это все им пойдет во благо я вам сейчас свои покажу ну вот у меня вылазит тоже петельки они тоже кажется тоненькие маленькие вырастут будут еще красивые какие через некоторое время они уже вот в таких превращаются вот у меня первые исходы давно ли были такие петельки вот уже какие красавчики стоят вот людмила лесовец пишет прошлом году баклажаны вытянулись в рассаде посеяла густо мне они показались дохлыми хотела выбросить а моя племянница забрала без пикировки высадила в грунт под банки такие шикарные выросли баклажаны вот так что не расстраивайтесь если во время посева или первый период после всхода они дохленькие худенькие вырастут прекрасные они новорожденные где вы видели сильно тоже люди рождаются новорожденные тоже не очень выглядит видела и какие они рождаются так вот спрашивает алмагуль продаете ли семена томатов сумасшедший виноград интересует в этом году уже все поздно сумасшедший виноград уже наверное не успеете вы так ольга пишет не дослушала до конца этот ролик подхватилась бежать к томатикам придвинула поближе к окну сняла сверху колпак прозрачный во во еще под под колпаками у многих сидят прикрывала от холода как же во время вышел твой ролик теперь не буду переживать что им холодно и вот про эти колпаки про всякого и про различные эти околпашивания кто закрывает пленками кто какими-то колпаками вы поймите для них проветривание сейчас важнее важнее на вот на ранней стадии чем тепло им не столько даже тепло нужно что сколько вот это вот безопасность чтобы не было сырости чтобы тот что-то там не завелось марина котова спрашивает ромира на продажу перед семена перца на продажу с этого года не не собираю с прошлого года нет а если появился только один настоящий лист перца а не парочка как всегда это плохой но настоящий лист он появляется не парами он по одному сначала появляется один настоящий лист потом дождетесь появится второй настоящий лист и тогда они в пару превратятся так что вы не расстраивайтесь это неплохой они по очереди лезут по два листа обычно не вылазит но тут виктор попов не знаю сам или обычно со страниц мужских часто заходят женщины пишет что проращивать семена до проклевывания лучше всего в поролоне да я это тоже слышала так у меня монгольский карлик начал сходить на десятый день пишет татьяна первый раз такое обычно дней через пять вот семена я всегда говорила семена это загадка природы мы не знаем какие-то из них быстро всходят бывает вот прям на третий день раз выскакивают какие-то лежат думают неделю 10 дней а перец вообще бьет рекорды у некоторых больше месяца вот нато цыглова очень интересный вопрос скажите можно ли сеять в одну тару горький сладкий перец сеять их в одну тару можно но потом их желательно рассаживать подальше друг от друга потому что когда они зацветают вместе и это мы уже проходили во время цветения могут вот эти различные насекомые туда-сюда которые шарятся с одного с горького на сладкий сладкого на горькое они могут переопылить и вот по моему опыту есть сорта которые бесполезны они рядом с горьким растут и почему-то не переопыляются а есть сорта склонны к переопылению как от алиса избавиться уйди есть сорта которые склонны к переопылению нельзя чтобы они цвели рядом вот наталья чернявская спросила если честно не поняла вот это как называется ролик о высадке рассады через дырочки ну вот этим колом я показывала колом ну не знаю я пожалуйста не понимаем не понимаю вот про тараса это про юблейного тарасенко называет федор их тарасики тарасики самый надежный способ это сеять пророщенными семенами всем успехов валентина михайлова но у пророщенных у этого метода тоже есть недостаток который вот я много раз меня это подводила вы понимаете их когда замачиваешь вот кучку например одного сорта в пачку замочишь там ведь тоже какие-то прорастут первые какие-то лежат очень долго и можно упустить если первые короче их приходится я в этот раз замачивала их приходится прям поштучно высевать первый проклюнулся я его высаживаю через день проклюнулись еще два я сажусь сеть еще два потом следующую неделю лежат это получается что каждый день по 1 по 2 подсевать если их не сеять и ждать когда все проклюнутся у первых бывает что вот этот росточек он как в мокром месте он загнивает и делается таким как но разваливается тоже не всем удобно особенно если когда большой объем если сеять много сортов и разных в разной таре проращивать это не очень удобно но каждый выбирает свой способ конечно вот лилия вальтер тоже ответила многие спрашивают вот если семидольные листики там желтеют или скрючиваются иногда бывает у рассада я когда сказала что сильно не обращая внимание она вот отвечает тоже что тоже на семидольные листики особо внимания не обращает если три доли то листик разрезался семечка родовая травма но выражение родовая травма первый раз слышу про семидоли ну может быть я вообще иногда бывает вот какое-то генетическое отклонение мне кажется вот люди сейчас часто говорят что три или четыре листика семидольных появляется вот это тоже не поняла джека вопрос при посадке в грунт томата где лучше измерять ставить на землю или надо приподнять на какую-то высоту если температуру измерять то конечно там где будет лоток если он на высоте будет стоять значит измерять на высоте если вы будете ставить на пол значит измеряйте на полу именно в том месте где у вас будет находиться томат там и измеряете надежда уткова пишет что у меня взошли только через две с половиной недели и магазины и взошли недружно а можно перец пикировать два-три раза как помидоры или лучше их не беспокоить они не любят пикировку но второй и третий раз мы же уже не пикируем это уже перевалка которая никакого вреда им не приносит если вы спират вы распикировали в стаканчик я потом буду показывать вот сейчас 200 граммовый я пикирую потом я в большой 500 граммовый я уже переваливаю то есть вот этот земляной ком вместе с корнями вместе совсем не разбивая не тревожи я ставлю в большой стакан и вокруг него обсыпаю свежий грунт плодородный все то что они не любят пикировку правильно надежда вам написала но уже вторая и третья это не пикировка пикировка это тогда когда мы с повреждением корневой системы пересаживаем а дальнейшее это уже перевалка а может быть три семидоли и больше и больше ничего я сейчас такие убираю александра вот интересно многие почему-то пишут в этом году что есть две семидоли есть три семидоли ну вот у меня еще ой три семидоли четыре семидоли у меня еще нынче не встречалась если будет надо посмотреть ну вот опять тоже другой человек пишет уже один томатик три листика семидольных зашел любуюсь и вот пишет другой юлия тоже у меня тоже такой с тремя семидольками это что такое вообще 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 это наверное это экологическая обстановка на земле до такой степени что начали в растение мутировать что ли у нас татьяна пишет перцы зашли через пять дней покупные а вот у разных коллекционеров покупала на ног немного дольше но не больше десяти дней наталья горохова пишет что половину не взошло расковыряла в земле а там только петельки отстают будет ли толк которые отстают так вот именно про это я сегодня видео и снимала что не важно сколько они там сидели если они выйдут и вы по внешнему виду по всему увидите что это здоровая рассада нормально развивающаяся настоящие листья начала выбрасывать они будут просто чуть моложе но они могут вырасти также при такими же прекрасными как и их соседи которые вылезли рано лариса базарова пишет я не стала садить перец у меня он не вызревает и я вот хочу сказать что те у кого не вызревает как у ларисы базаровой например нужно просто выбирать перцы с маленьким с коротким сроком вегетации такие скороспелые вот у меня в прошлом году винни пух этот который карликовый а лучше всего карликовый который куст вообще вверх не наращивают букетное образование завязи вверху как букетом они вот эти перчины все вылазят и для себя вот на первый урожай ну салатики чтобы не бегать каждый раз на базар по несколько стручков они такие же толстостенные они мясистые они ароматные но они карлики они маленькие они рано вызревают вам надо подбирать правильно сорта ранние так это семена пришли людям кстати хочу напомнить если кто-то делал заказ еще раз повторяю зимние там в декабре еще может быть кто-то в августе если кому-то не пришло пишите потому что сейчас я заказами совершенно свободно у нас приходят по два заказа в день мы свободно делаем их спокойно и отправляем нет никакой очереди все заморочки у кого что-то не дошло потерялось письмо все сейчас можно разобрать спокойно вот опять про это что по схемы высадки что можно ли по краю грядки с эндетерминантами посадить низкие ранние сорта не заглушат наташ вы должны все это пробовать сами у себя у всех разные условия кто-то высаживает на этих с южной стороны у высокорослых вот эти низкие я в огороде тоже также несколько лет делала кому-то нравится кому-то не нравится может быть если даже они заглушат может быть это будет как сказать повышенный уход который вы не будете успевать их все там в порядок приводить это все индивидуально попробуйте один раз а потом наоборот с нами поделитесь понравилось вам или нет и вот это же наталья спрашивает эндетерминант не можно садить подволонку конечно можно многие их садят и и пробовала ли я прямо в парник для эксперимента конечно в прошлом году сеяла есть видео подробные пасть прямой посев томатов в грунт вырастают тоже хорошо но нужно подбирать правильно сорта индетерминантные высокорослые с длительным сроком вегетации прямым посевом никогда не сеют сеем только скороспелые только такие как ранние ой спрашивают пожалуйста расскажите как получают сорта ну сорта где-то выводят селекционеры наверное и можно ли гибриды сажать и ф2 и что получится про гибриды ф2 я ничего не знаю врать не буду я не углубляюсь так далеко ф1 даже никогда не сажу потому что с них нельзя взять семена неизвестно с чего они получены они через год могут дать расщепление и получится совсем другой сорт я высаживаю только сорта сорта линейные которые повторяют свои материнские качества томат из года в год на протяжении 10 20 30 вот некоторые даже есть сорта там 50 60 100 лет этим сортам как они получают сорта но скорее всего это я как думаю это мое мнение все-таки есть томаты где-то в дикой природе где они начались а наши селекционеры просто получают их характеристики путем многолетних вот этих вот отборов проб испытаний ну а гибриды скрещивают ходят с кисточками с одного цветочка на другой пыльцу переносят работают пчелками и получается гибрид вот смотрите как поливать первый раз сходы томатов в стадии семидолик вот правильно говорят смотрите по земле я смотрю землю чтобы она была сухая сверху если пальцем я вот туда палец туда заглубляю между рядочками если там еще влажновато то я рано не поливаю и еще по срокам раньше чем через пять шесть или семь дней ну стандарт обычно неделю полив после всходов если семья хорошо была увлажнена он им не нужен так любила губина спрашивает посеяла ваш семена но хотела бы спросить можно ли полосатый шоколад в 2 лунку спасибо я высаживала полосатый шоколад в 2 лунку но тут смотря в каких условиях он будет расти не знаю в этом году у меня на улице он такой велик я разросся он такой огромный был столько много этих томатов может быть значит нужно иметь ввиду что чуть-чуть ему дать побольше места нынче очень сильно он у меня я в прошлом году высаживала немного там 4 что ли кустика а нынче думаю побольше посажу он как разросся такой был вообще шикарный конечно можно но надо за ним смотреть надо и пасынки удалять и все он потому что такой не маленький не из маленьких вот лидия сава пишет здравствуйте что отрываю вас отдел но я учусь составляет план посадки в теплицу вот спрашивает может кому-то еще пригодится что из выбранных но сортов можно посадить в 2 лунку пишет настенька москвич спиридон демидов метелица буян это я думаю точно можно эти все сажу но не уверена русский богатырь тяжеловес сибири вот смотрите русский богатырь его можно он не сильно облиствлен он не очень могучий такой куст они плоды большие но не огромные листья мне он нравится как он ведет себя в теплице не загораживает место тяжеловес сибири тоже у него лист паниклый такой тонкий мягкий он не растопыршивает свои лапы что такое винни пух я не знаю у меня винни пух только перец томата винни пух нет алтайский розовый вот загадка природы она крупный у нее куст у нее крупный куст но их все равно вот у меня вы которые сибирский изобильный тоже вот вы которые перечислили у меня все по 2 лунку по 2 в лунку они сидят в теплице но вы за ними должны следить очень тщательно особенно вот за такими как загадка природы сибирский изобильный тоже не сильно облиствленный так что ничего страшного посадите вы просто на будущий год будете знать достаточно этого расстояния или нет или может быть чуть-чуть отступить но никаких там сильно огромных сортов я не вижу из ваших перечисленных таких как вот клубничное дерево клубничное дерево точно не буду больше садить в теплицу она хочет занять пол теплицы вот про этот ободок хотела уже много раз сказать еще раз елена ванькова пишет но многие уже писали что если срезать ободок на стаканах то можно поставить в лотки процентов на 15 20 больше убрать будет мне очень удобно никогда не обрезаю вот эти ободки и никогда не стараясь их туда как впихнуть побольше знаете почему я сейчас обрежу ободки и запихаю их побольше а через неделю они друг другу листья же раз выкинут они сомкнутся они будут как в тесноте забивать друг друга начнут конкурировать за солнце и они начнут еще сильнее вытягиваться я наоборот вот они сейчас у меня постоят немножко и я наоборот между вот в этих рядках между полными стаканами вставляю еще пустые через один один полный один пустой один полный один пустой чтобы они стояли разрежен а так рассада получается коренастая и не сильно вытягивается конечно мы экономим место когда вот хочем вот ободки с это срезать их сдвинуть туда ну а потом раздвигать придется уже буквально дней через десять так вот про людмила шилина спрашивает про монгольский карлик такой многих интересует этот вопрос что этот монгольский карлик он же не считается вроде толстоногим все спрашивают вот вытягивается он не вытягивается а людмила спрашивает можно ли вырастить этот сорт на улице в тоннеле я скажу честно я его не пробовала выращивать в тоннеле потому что когда я активно этим занималась у меня не было еще монгольского карлика в наличии но я так думаю что по своей структуре он же он сильно в высоту не вытягивается он такой коренастый и немножечко как бы он не толстоногий но он крепенький такой он не жидкий он рассада не тянется и он не это мне кажется что его можно вырасти в тоннелях но это мое личное мнение я сразу скажу что опыта выращивания в тоннелях у меня нет но вот по своим характеристикам он вроде как подходит вот к этой остальной компании ой сейчас спрашивают когда вы сеяли в прошлом году добара у черный что он долежал до ноября вы знаете это вопрос на засыпку 300 сортов в том году было посеяно в 8 или в 9 заходов я конечно не знаю наизусть и вообще мне это знать не надо мне надо будет я посмотрю в тетрадку но дело в том что он не из-за и или у него длительное плодоношение есть сорта которые долго хранятся не из-за того что их поздно посеяли и вырастили не из-за того что у них длительное плодоношение а из-за того что они склонны к длительному хранению те томаты которые предназначены для консервирования которые обладают плотной шкуркой которая помогает им сохранить форму помогает им и у которых повышенное содержание сухих веществ они лежат по несколько месяцев вот к этим как раз сортам и относятся до Барао черной и многие-многие вот здесь у меня на картинке всякие перцевидные, сливовидные небольшого веса плоды не крупные, а именно вот эти вот мелочь сливки, сосульки пальчики так вот спросили бы что полегче спрашивают, но пишите пожалуйста когда сеять томаты для открытого грунта по лунному календарю но я пока что могу вам ответить пока без лунного календаря, что для открытого грунта у нас в сибирском регионе раньше 1 марта обычно никто не сеет это с учетом что если не в подпленку если не в холодные теплицы, а именно вот голый открытый грунт я начну самые высокорослые самые крупноплодные индетерминантные, всякие там только после 1 мая ой, фу, все после 1 марта сейчас еще рано об этом говорить сейчас февраль но я 1 марта постараюсь еще раз сниму видео какие будут благоприятные дни сейчас я даже за за март не это вот я думаю что так от Натальи Чернявской много вопросов она пишет сейчас половина четвертого ночи а я в этой куче семян никак не могу определиться какие сеять глаза разбегаются я думаю что не вопрос так от Натальи не спится так Галина Зимина пишет спасибо ой очень доходчиво рассказываете но искала Настенька и Демидов нет сейчас вы добавили поищу для моего возраста так и еще жду когда в теплице будет хотя бы 15 градусов чтобы вынести свои растяжки на воздух на улице плюс 3 а солнышка нет пишет Татьяна у нас кстати та же самая проблема вот у нас сейчас буран метель вроде бы 3 градуса всего 3-4 а солнца нет и в теплицу не вынесешь и в теплице тоже 3 и 4 вот только бы солнышко выглянуло кстати последний раз ответы на вопросы отвечала кто уже мне многие сегодня написали что неправильно поняла когда написано было ниже 15 градусов там температура то невозможно ничего усаживать я же восприняла что это минус 15 я так и отвечала что как может быть минус 15 а там оказывается был про плюсовую температуру но и когда я узнала что это про плюсовую температуру я удивилась еще больше потому что при плюс 15 если чуть ниже плюс 15 так это идеальная температура для высадки томатов в открытый грунт именно вот в тоннеле или куда-то 12 13 даже 10 томаты прекрасно переносят такую температуру просто девушка писала что в нашей области это невозможно сделать там ну нет это как раз нормальная температура просто некоторые люди боятся кажется это так страшно меньше 15 градусов там 12 градусов 13 градусов это нормально если томаты закаленные все так вот пишет тоже про закаливание Елена томаты уношу после появления петелек в спальню на подоконник температура 14-15 градусов почти везде они форточка открыта вот такая температура вот это вот закаливание именно после рождения томатов оно и дает им вот эту коренастость и вот эту закаленность и потом в раннем детстве вот эти закаленные томаты они и на улице после высадки в грунт когда вот эти перепады температуры будут то ниже то выше они будут уже адаптированы они легче все это переносят мы иногда их изнеживаем так вот про привикур опять приятно смотреть на вашу рассаду хоть сердце порадую вашей а то моя хиленькая причину знаю тепло вот последний раз скажу сейчас про монгольского карлика и все посмотрела ваше видео о монгольском карлике назрел вопрос вы сажаете его 3 года скажите к какому выводу вы пришли какого месяца и числа сажать его лучше всего так он вел себя в кашпо в кашпо вел себя прекрасно я уже несколько раз отвечала по 2 в ведро я садила да много урожая прям я в этом году и говорю можно его место не занимать в огороде куда-нибудь в ведерке на асфальт поставить и вырастить идеальный неприхотливый когда высаживать я поняла что его лучше бы пораньше потому что он у меня долго вчера не вчера говорю в прошлом году медленно почему-то я вот посеяла их одинаково другие растут там ботяня попер там и Настенька все а он сидел-сидел маленький-маленький-маленький потом только он сам всего 20 сантиметровый вырастает и в рассаде он кажется какой-то маленький у меня казался потом разросся я решила в этом году вот у меня уже вы не первая спрашиваете у меня девушка спрашивала когда сеять будете я ей писала вот сегодня-завтра сегодня я уже его не успеваю посеять я его прям хочу одну партию несколько посеять в конце февраля но пусть там вот полнолуние как пройдет какого там не знаю будет 26-27 и в начале марта еще немного и вот сравню эти посевы но поздно до 10-го до 15-го марта я ждать не буду потому что хочется пораньше раз он такой считается как ранний неприхотливый ему не надо сильно много там тепла хочу посеять рано я решила так конец февраля начало марта потому что рассада у него не вытягивается она у него некоторые его называют монгольский карлик тугадум что он долго вот это все но не сильно он растет в рассаде так что есть возможность посеять его пораньше ну и вот больной вопрос дома 25 на окне 22 сторона солнечная где холод искать у нас точно так же вот сейчас я говорю буран 4 градуса на окне 22 градуса и холоднее этого места у меня нет вот сейчас у меня всходят вот эти снова очередная партия редких экзотических томатов не хочется упустить чтобы они вытянулись и куда их ставить на холод думала сегодня в теплицу в придомовую выкину солнце не вышло там 3-4 градуса нет никак и вот сидишь ну нету холода да и это проблема потому что холода нет томат может вытянуться все до свидания ответила на такие самые самые которые нужны сейчас именно вот про так это уже это уже старое все и вот спрашивает Ирина Гутальская на прохладное место ставить с подсветкой или нет у меня они все с подсветкой я вот как они у меня рождаются я включаю на 12 с 8 утра до 8 вечера все с небольшой подсветкой все до свидания хочется успеть все посеять вовремя я сейчас вот сегодня сидела 70 сортов новых посеяла с магазинных семян и тот хороший и этот хороший хочется успеть чтобы и не опоздать и чтобы рано поспели но будем стараться о всех своих новостях буду вам сообщать желаю всем крепкой рассады чтобы хорошо проветривалась чтобы не вытягивалась она непослушница все до свидания